Евангелие от Матфея, двадцать первая глава Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит, скажите, дщери Сионовой, се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из деревьев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков денег и скамьи продающих голубей. И говорил им «Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хормые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. И сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смокомницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей «Да не будет же впредь от тебя плода вовек! И смокомница тотчас засохла». Увидев это, ученики удивились и говорили «Как это тотчас засохла смокомница?» Иисус же сказал им в ответ «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смокомницей, но если и горе этой скажете, поднимись и ввергнись в море, будет». И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали «Какой властью ты это делаешь?» И кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ «Спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему?» А если сказать от человеков «Боимся народа», ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу «Не знаем», сказал им Иоанн, «И я вам не скажу, какой властью это делаю». А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ «Не хочу». А после, раскаившись, пошел. И подошел к другому, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему «Первый». И Иисус говорит им «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вы слушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. В виноградаре, схвативши слуг, его иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, — это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями, — говорят ему, — злодеям сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, — неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался головою угла, — это от Господа, и есть дивно в очах наших. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.